здравствуйте в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут сейчас самый разгар отпусков и практически все граждане рвутся за границу чтобы там отдохнуть но есть у нас люди которые хотят посетить другие страны не для того чтобы отдохнуть а чтобы чему-то научиться и сегодня у нас в гостях ведущий специалист по академической мобильности международного отдела ргу имени сергея есенина светлана фокина и студентка третьего курса анна аксёнова здравствуйте здравствуйте насколько я знаю она совсем недавно вернулась со стажировки из англии правильно если честно я слышала ранее что существует существуют какие-то программы по обмену студентами но хотелось бы узнать чуть подробнее как это выглядит в рязанском государственном университете и кто имеет возможность поехать за границу для получения знаний в ргу имени ессенина уже более пяти лет студенты всех абсолютно факультетов институтов всех направлений подготовки а также курсов имеют в такую возможность поехать получить образование за рубежом независимости от уровня владения иностранного языка будь это как аня специалист в изучении иностранного языка или люди которые только хотят приучиться к изучению того или иного языка можно выбрать подходящие краткосрочные летние курсы и поехать летом непосредственно обучение в страны которые с которыми ргу имени ессенина при организационной поддержке международного отдела имеют соглашение о сотрудничестве соглашение о студенческом обмене то есть абсолютно предлагаются различные формы подходящие студентам как материальном отношении так и в их скажем так мотивации студенты абсолютно всех факультетов могут поехать как в европу так и в азию эргу имени ессенина развивает свои отношения и с китаем и с японии если мы говорим об азии и у нас очень хорошие партнерские отношения со странами европы это великобритания германия франция испания и поэтому мы предлагаем непосредственно краткосрочные курсы изучения того или иного иностранного языка в странах и в языковых школах вузах партнерах по очень хорошим ценам и студенты имеют уникальную возможность не только отдохнуть допустим если мы говорим об испании на берегу моря провести месяц в уникальной своей культуре и традициям стране ну и также выучить испанский язык нашим вузе партнере по льготным ценам которые предоставляются при организационной поддержке международного отдела нашим университетом согласно соглашением сотрудничестве поэтому мы всегда всем рады и все всегда могут найти подходящую для себя стажировку начиная с летних языковых курсов это три-четыре недели как правило больше для первого раза это тяжеловато для студентов и заканчивая семестровыми то есть студенты уезжают нас на полгода на год и с дальнейшей перспективы на обучение в магистратуре за рубежом а также о возможном трудоустройстве для работы за границей ну то есть это все-таки в первую очередь желание студента или существуют какие-то не знаю программы поощрения или не знаю студенты туда могут уехать на практику естественно так как университет наш является лидирующим региональным вузом мы готовим высококвалифицированных специалистов этой области это область социокультурный сервис и туризм это естественно географический факультет институт иностранных языков и факультет истории международных отношений и говоря таких студентов которые выйдут в итоге качественными специалистами профессионалами естественно им крайне необходимо пройти такие стажировки университет всеми силами старается им в этом помочь поэтому предлагаем и как льготные какие-то программы именно для наших студентов то есть мы заключаем соглашение о студенческом обвене с университетами и студенты могут допустим поехать обучаться бесплатно нести какие-то материальные расходы сами также студенты могут уезжать на производственную практику но естественно для этого нужно быть активным студентом скажем так хорошим дисциплинированным и иметь очень хорошие оценки и при одобрении и при одобрении факультета в поддержке международного отдела студенты выезжают с границу анна расскажите пожалуйста как же у вас получилось что вы побывали в англии это было ваше желание туда поехать да это было мое желание но я думаю ничего не получилось бы без елены леонидовны мариновской моего преподавателя потому что связь двух университетов университет в манчестере нашего университета она началась с ее отношений с коллегами из манчестера и потом уже вот узнав об этой школе я конечно захотела туда поехать потому что давно уже было желание поехать на учебную стажировку за границу потому что я думаю что изучать язык нельзя в отрыве от культуры от носителей языка потому что это получается такой изолированный не очень эффективный процесс то есть на какой-то стадии уже необходимо общаться с носителями языка и погрузиться в эту культуру они вообще часто путешествуете но я думаю что да я достаточно часто то есть поездка в англию для вас не стало чем-то не знаю из ряда вон выходящим вообще не страшно было одной ехать но все-таки в чужую страну пусть даже и со знанием языка студенты с которыми я училась вместе в летней школе многие преподаватели мне говорили что я очень смелый если бы они были в одиночестве им было тяжело но я не думаю что не было страшно или тяжело я наверное действительно очень смелый человек ну отлично страшной не было как было какие вообще впечатления от стажировки впечатления полностью положительные я была в восторге от того что такая загруженность такое погружение в учебу и в путешествие потому что все было очень сбалансировано и отдых и учеба то есть пять дней в неделю мы учились с утра до вечера потом я уже имел возможности попутешествовать немного по самой британии сложности в общении абсолютно не было не было но был один забавный случай мы поскольку недавно только у нас закончился курс теоретической фонетики то мне очень интересно было что все британцы разговаривают очень по-разному в разных городах и мы даже обсуждали это с преподавателем с одним из университета в манчестере он сказал что он сам не понимает некоторых людей когда приезжает в ливерпуль я поехала в ливерпуль и я решил спросить как мне пройти на остановку где найти автобус и молодой человек начал мне отвечать и я просто я ничего не понимаю поблагодарил его вежливо пошла сама искать остановку в общем действительно так то есть произношение очень сильно ответ отличается немножко забавно что у нас такого нет такой большой разницы светлана вообще насколько часто студенты как она сами изъявляют желание поехать на стажировку как правило это каждый год все стажировки у нас ежегодные то есть мы стараемся организовывать языковые курсы поддерживать их на должном уровне каждый год предлагая студентам всех курсов это и 1 2 3 4 всех направлений начинает педагогического образования там ведущий языкового нашего института иностранных языков и заканчивая там факультетом спорта физической культуры и спорта поэтому студенты обращаются студенты обращаются по различным вопросам кого что интересует но у нас есть как правило для всех языков изучаемых в нашем университете свои языковые курсы которые проводятся каждое лето и студенты у нас есть уже как выпускники таких программ так и каждый год мы набираем группы примерно по 10 человек и они выезжают потом узнать как сарафанное радио съездили рассказали поделились фотографиями пришли следующие студенты хотят все больше длиннее участвовать каких программах они становятся более независимыми более самостоятельными они шире смотрят на мир они становятся более глобально ориентированными знаете их не пугает потом с последующим не работа в международных организациях не работа за рубежом они совершенно свободно общаются с иностранцами которые живут именно здесь в рязани они помогают университету во встрече различных делегаций становится вот знаете как абсолютно цен целостными космополитичными личностями ну что ж мы благодарим за то что вы сегодня к нам пришли вам успехов в учебе в дальнейшей вашей трудовой деятельности но вам спасибо то что вы помогаете студентам получать такие ценные знания на спасибо большое спасибо но на этом наша программа подходит концу мы желаем вам всего самого доброго до встречи в следующих выпусках